20 лет назад это был бы хороший вопрос, да, и мы бы радостно рассказали, как часто мы решаем сложный вопрос. Сейчас бы я по-другому сформулировал вопрос. Как часто вы встречаетесь с простыми случаями дентальной имплантации? К сожалению, не часто. Практически каждый второй, если не больше, случай, где необходимо использовать методы дентальной имплантации, требует определенных коррекционных действий. Поэтому сейчас приоритетом является, например, одномоментное удаление зуба, установка имплантата, чтобы мы не получали те проблемы, которые следуют из долгого отсутствия зуба. Мы не имеем атрофии, мы не имеем оболитканей, мы не имеем перемещения зубов. Там, где зубов нет достаточно давно, почти всегда есть потребность в корректирующих манипуляциях. От мягкотканной пластики до подсадки собственных костных блоков, перемещения зубов, иногда, к сожалению, удаления зубов, иногда даже удаляются здоровые зубы, если они перемещены очень сильно. Поэтому сказать, что существуют простые случаи дентальной имплантации можно, но их совсем мало. Почти все осложнены с той или другой стороны. Но мы умеем их решать и решаем, и слава Богу, достаточно давно.